С косяками 12 жеребцов То есть 12 газяков, 12 жеребцов А остальные запасные, молодняк, рабо... Ну, мы их называем как резервные Ага, понятно, ну да, ремонтный молодняк Ремонтный молодняк, да Жеребцов перед случным периодом как-то отдельно подкармливаем чем-то Или нет, дополнительный рацион какой-нибудь Или вот как вот только трава и сено Нет, после октября месяца мы их обычно с табора забираем И мы их ставим в деньки И готовим на следующий сезон Подкармливаем полностью рационом, как положено Витамины даем, все, корм нормальный А есть жеребцы, которые в деньки поставишь, они хуже становятся Вот с табунами ходят, как будто они в деньках стоят Так сохраняются Круглый год вместе с табуном ходят Есть такие жеребцы тоже А как вот забрали жеребцов, а как кобыл-то его отделить Или вы их все знаете в лицо Кобыл То есть чтобы вот следующий год с табун сформировать Это же они и те же лошади Они уже кобылы привыкли друг к другу Они кучами как где-то там ходили И зимой тоже так ходят И просто жеребцов мы меняем А, каждый год разные, да? Для ведения работы временной, да? Да, на другой косяк, другой жеребец ставим И все, в эту кучу один жеребец Одного жеребца ставим И все, вот так и каждый год меняем А, то есть каждый год жеребцы разные Я-то думал, это такой косяк семья И все, они там вечно с этим жеребцом Нет? То есть меняется Максимум жеребец мы три года в табуне держим Потом уже В одном табуне? Да, потом уже меняем И чтоб они на своих детей Чтоб мне это самое не покрывали Ну да А не бывает так, что он там гуляет уже с другим табуном А вспомнил там про своих любимых женщин И убежал к ним или увел их, нет? Нет, если там уже другой жеребец стоит Он ни в коем случае туда не запустит Они даже могут подерутся и все И каждый по своим косякам разойдутся и все Ну вот мы сейчас тут видим очень много косяков Которых пригнали специально И они не смешиваются То есть они специально не идут друг к другу, да? То есть они держатся друг от друга Да, держатся друг от друга То есть жеребец не подпускает ни слова А он своих этих не отпускает И тот тоже самый И поэтому они между косяками становятся То есть они избегают стычек Получается, да? То есть Ахмед, скажите, пожалуйста Какой все-таки масти Кабардинские кони более популярные стали? Черные или как вот правильно называются Вот эти рыжие Как правильно масти Гнедой Гнедой, это черный, да? Гнедой, вороной А вороной, черный А гнедой, это... Ну сейчас молодежь же Последнее время Чуданин больше любит вороных Вороных больше любит, да? А так всю жизнь Вот гнеды ценятся Гнедой, темный гнедой Вороные тоже Кому как Ну мне, например Гнеды больше нравятся Классические Да И скажите, пожалуйста У вас это племенное хозяйство Правильно я понимаю? Да Племенное хозяйство Официально зарегистрировано В госрегистре Все документы, соответственно, есть С 2015 года, да С 2015 года, да На племучете стоят В институте коневодства Да Если кто-то захочет Купить у вас лошадей Если нужны будут документы Вы, естественно, это предоставите Естественно У нас есть Регистратор Кабардинской породы лошадей Хажесмил Амшоков Мы полностью Его Приглашают Он смотрит Оценивает полностью Все И Он Выписывает Паспорт Паспорт, да? Да Он в прошлый раз нам показывал Хажесмил? Хажесмил принципиальный Он требует Чтобы он сам увидел полностью Все завиточки Все приметы Чтобы он сам своими глазами Увидел Потом только Выписывает паспорт Мы с ним разговаривали Как раз Его французы Спрашивали Когда приедешь Или немцы Или в машине Вчера ехали Его спрашивали Когда приедешь Смотреть их лошадей Описывать Он большую работу Ведет Да Он Говорил Его приглашают В конце июня Там Какой-то семинар Должен быть И так Он должен Каждый год Туда должен Ездить И осмотреть Он Во всем мире Он Главный регистратор Кабардининской породы Лошадей Поэтому Он должен Присутствовать Участвовать Увидеть Вот это все Хозяйство И он собирается Ехать И да Посмотрим Как получится Понятно Вообще Как поголовье В Кабардино-Балкарии Становится лошадей Больше Кабардининской породы Становится ли она Популярнее Из других регионов Покупать Больше стали Или меньше Да Вот как раз Вот С того момента И Потребность И спрос Больше стало После наших видео Да И Обшие поголовья По всей республике Намного больше стало Отлично Пожелаю вам Развития Хозяйства Чтобы ваши кони Их становилось Больше и больше Чтобы они были Красивее и красивее Спортивнее и спортивнее Победы Во всяких Переходах И чтобы Никто из них Не травмировался И вы были здоровы И папа ваш Был здоров И дети Вам всегда Помогали Очень приятно Приезжать К вам в гости Спасибо вам Тоже Алексей Мы очень Тоже рад Что вы приехали Что еще раз Заизволили Приехать К нам Каждый раз Вы Вот Болеете За нас За наше хозяйство И Всегда Нас поддерживаете Благодаря Благодаря Вам Нас тоже Об нашем хозяйстве Тоже узнали Это точно Много людей узнали Много людей узнали Спасибо вам Субтитры